привет меня зовут маша ты на моем канале от скуки посвященный вязанию и все что с этим связано сегодня будет совсем маленький масть даже не могу сказать что это мастер-класс просто полезность я всегда говорю что я сама учка все чему я научилась не все ладно кое-что я у девчонок подглядываю на том же самом ютюбе но по большей части методом проб и ошибок я все делаю сама потому что мне главное понять что как происходит да тогда я с этим разбираюсь мне это делается все очень легко и просто когда мне попетельно показывает что нужно сделать я не понимаю ничего поэтому возможно это где-то уже есть возможно этот метод даже придумала не я я не претендую на первенство но идея пришла ко мне в голову и я не просто вот не могу ей не поделиться настолько это легко на мой взгляд что я обязана с тобой этим поделиться все знают что я очень люблю вязать найти носки мэйджика но я вижу как правило от мыска то есть я набираю методом джуди бейкер два мысочка и погнала вязать сразу два носочка мне это удобно мне это классно я подгоняю спокойно под нужный мне размер под высоту мне не нужно высчитывать какие-то ряды и самое главное носки получаются одинаковые если я косячу в одном носке то я делаю то же самое во втором и это уже не косяк это уже дизайнерский ход поэтому носки от мыска это вот просто моя любовь плюс еще один большой плюс можно вывязать всю пряжу в ноль то есть ты начинаешь вязать и спокойненько вывязываешь нужную тебе длину стопы на нужный твой размер а все остатки спокойно вывязываешь в ноль и у тебя не остается ненужных никому вот этих мини моточков которые потом не знаешь куда притулить начинаешь там выдумывать какие-то хеликсы в жаккарды но это хорошо если у тебя есть возможность время и силы да все это утилизировать в нужное русло но как правило это по большей части просто ненужные остатки которые валяются и каждый раз раздражают до когда начинаешь наводить порядке что вроде их и же выкинуть жалко да потому что то но как ты выкинешь 30 грамм опалы но жалко же классная пряжа но и вязать из нее тоже нужно время а когда и тем более я не знаю наверное только у меня такое если я с какой-то пряжи по вязала да не определил не то что конкретного бренда до конкретный производитель а какую-то расцветку я связала один раз и второй раз мне с ней работать уже не так интересно не так хочется поэтому как правило остатки у меня тоже есть как и у всех вязальщиц особенно любительниц носков отвлеклась от темы вяжу носки методом major club набираю от мыска методом judith baker и все легко и просто но когда касается дело что мне нужно связать например какие-то варежки или перчатки или те же самые носки от манжетов я ненавижу набирать потому что это нужно набрать все это раскрутить повернуть вывернуть три раза прочитать а мне не знаю какое-то заклинание до чтобы тебя петли не перекрутились и тогда ты можешь продолжать вязать плюс я уже как бы за настолько намочилась вот этим разворотами что что-то перекручивается что мне проще набрать одну варежку перчатку провязать там ряд 2 переснять на рабочие спицы набрать 2 и также переснять на рабочие спицы я в принципе так и дело на этих перчатках то есть я связала одну провязала рядок потом вторую набрала провязала рядок а потом уже их обе пересняла обе перчатки на одни спицы и продолжила вязать но тут меня посетила и такая идея который я не могу не поделиться вот просто вот я считаю что это прорыв я надеюсь что этот метод будет такой же популярный и будут также говорит там это метод набора от скуки как вот например там я вижу моей джекам да также будет от скуки мой набор ну давай его так назовем ладно будет мне приятно по крайней мере небольшая благодарность за мои задумки и что я хочу рассказать вот эти носочки набраны именно тем способом который я сегодня хочу показать это имитация английского набора это итальянского набора переставила в резинку 2 на 2 потому что я честно люблю больше резиночку 2 на 2 эстетически она мне просто больше нравится он очень неплохо растягивается он неплохо держит форму как бы вопросов к нему никаких нет и все это было абсолютно легко и безболезненно эти носочки на набраны методом длинный хвост да то есть у нас тот же самый край а может но и не длинный но имитация скажем так выглядит это также приятно красиво мне нравится как это выглядит это очень эластично получается то есть без проблем оденутся носочки и набрано это также безболезненно легко и просто и в чем же здесь секрет секрета никакого нет просто оказывается вся эта красота лежала на поверхности я методом джудит бейкер набираю один носок второй носок беру рабочую нить и вижу и сейчас давай пока нет давай сделаем проще я сейчас все расскажу а потом кому нужно останется смотреть до конца уже по петельно порядно до что я делала а кому не нужно тот в комментариях не напишет небольшие слова благодарности если это оказалось реально полезно да если это вот реально понравилось то я не то что хочу себе польстить и мне просто интересно насколько это реально классно или насколько это не интересно не классно и нелегко в общем очень жду от обратную связь в комментариях и также лайки дизлайки до в зависимости от того понравилось или нет и так в чем же тут секрет получается методом джудит бейкер я набираю один носок второй носок на бросовую нить причем это бросовая нить в идеале должен быть какой-нибудь или тоненький хлопок или что-нибудь которая не будет кошелатиться и которые можно потом легко утилизировать дам потому что если вдруг запутается чтоб можно было отрезать и не переживать ниточка это идет в утиль я не вижу смысла ее сохранять поэтому берем нитка которая не нужна не ворсистая и в идеале она должна быть тоньше твоей основной нити чтобы было просто не так растянуто потому что я когда отвязывал вот эти образцы я сначала взяла нить такую же по толщине но единственно здесь шерсть я взяла хлопок и край получился очень растянутый расхлябанный поэтому я взяла нить в разы тоньше и уже повторила этот фокус с более тоненькой ниточкой и как видишь все выглядит очень классно и так если нам нужен давай начнем с простого если нам нужен обычный наборный край имитации длинного хвоста что мы делаем набираем методом джудит бейкер один носок нужное количество петель то есть если мы вяжем носок на 60 петель мы набираем по 32 на каждую сторону по 30 на каждую сторону то есть у нас одной стороны 30 из с другой стороны 30 отрезаем нить я с ее изнутри завязываю на небольшой узелочек просто чтоб она у меня никуда не убежала это не обязательно это я делаю для себя в качестве помогалки чтобы просто ее не ловить то есть вот просто отрезала завязала узелок и тут же набросовую нить набирая второе такое же точно количество петель беру воздушную петлю одеваю на спицу и начинаю вязать первый ряд обязательно провязываем просто лицевыми все по кругу то здесь 30 30 30 30 провязали потом следующий ряд я провязываю лицевыми скрещенными то есть я все то же самое провязываю но лицевыми скрещенными и уже третий ряд я раз развора раз пределяю на резинку какая мне нужно или две лицевых или 2 изнаночных то есть какая резинка нам нужна или просто даже гладью я начинаю вязать просто как она и должно дальше вязаться да то есть если нам нужно просто лицевая гладь то без проблем продолжаем просто вязать лицевую гладь главное первый ряд мы вяжем все лицевыми второй ряд мы вяжем лицевыми скрещенными дальше вяжем все что нам нравится и когда отвязываем уже ненужный фрагмент вот кстати у меня осталось от этого узелка дальше уже вяжем все как нравится и когда мы уже отвязали не нужное нам количество мы просто спокойненько иголочкой берем или можно аккуратно вырезать до или можно аккуратно иголочкой и спицей тонкой вытаскиваем вот эту бросовую нить и вот что у нас получается вот такой наборный край у нас получается по итогу то есть первый ряд лицевые второй ряд лицевые скрещены и дальше я пришла в резинку один на один мне кажется это просто элементарно второй метод это имитация итальянского набора здесь мы точно также методом джудит бейкер набираем один носочек нужное нам количество второй носочек нужное нам количество первый ряд первый ряд всегда провязываем все лицевыми по кругу только лицевыми и только по кругу раз два три четыре все то есть мы четыре стеночки провязали только лицевыми ничего не перекрещивая просто лицевые и все по кругу точно так же наберу уже с рабочей ниточки второй ряд мы провязываем первую лицевую вторую снимаем нить перед работой то есть в дальнейшем это будет наша изнаночная петля третью лицевую четвертую нить перед работой и так мы провязываем по кругу второй ряд одну лицевую вторую снимаем нить перед работой третий ряд мы меняем мы то что провязывали лицевые снимаем нить за работой а то что у нас были прошлый раз сняты мы их провязываем изнаночными третий ряд у нас получается 1 изнаночная 1 лицевая снимается перед работой то есть за работой нить и все если нам нужно перейти в резинку 2 на 2 мы просто как и всегда меняем местами одну на один до если нам нужно три на три то мы провязываем одну изнаночную ну в общем меняем то же самое то есть делаем все что нам угодно у наши имитации итальянского набора уже сформировано и точно также мы когда уже отвязали нужное нам количество мы вот эту ниточку просто снимаем и у нас получается аккуратный ряд аккуратный набор имитация итальянского набора все очень даже эластично держится хорошо ничего не стягивается и мне кажется очень красиво в принципе это все секреты больше здесь добавить ничего и почему я говорю что это оказалось настолько легко и просто что все больше здесь нечего добавить также если тебе нужно например связать с подворотом вот пожалуйста у тебя все вот эти петельки есть ты их можно точно также набрать на бросовую нить так надеюсь наверно не очень хорошо видно давай на вот этих покажу но тогда бы я единственное посоветовал провязать два ряда просто лицевыми чтобы сразу было вот из спокойно на дополнительную спицу набираешь вот эти стеночки так на дополнительную потом в две вместе провязываешь все то есть таким способом без лишних манипуляций без ничего спокойно вяжутся и ворот и шапки и варежки и перчатки и носки мне кажется просто этот набор это must have я на это надеюсь в общем я надеюсь все было понятно если вдруг нужно еще по петель на оставайся сейчас будем по петель на все это показывать вот я подготовила спицы такой у меня хлопок я его специально покупал для мастер-классов чтобы он был виден и моточек самого дешевого хлопка типа пион или что-то вот такой он стоил какие-то копейки ну здесь любая нить нужно единственное она нужна тоньше видишь да что нить тоньше даже когда я растягиваю натягиваю точнее видно что персиковая не чуть-чуть потоньше и давай покажу самый простой способ это имитация обычного и длинного хвоста много набирать не буду давай по 10 петель метод джуди бейкер самый элементарный я уже показывала его 355 раз если ты с ним до сих пор не знакома то самый простой способ возьми для начала две нити контрастного цвета до чтобы ты их видела отличие вот две нити разных цветов делаем одну воздушную петлю мы ее потом распустим она нам потом не нужна будет просто чтобы мы держали чтобы у нас было тут грубо говоря . опоры рядом ставим вторую спицу и здесь мы две ниточки наши разделяем и получается у нас дальняя петля к дальней спицы то есть если мы вяжем вот этой спицы мы берем дальний палец если мы вяжем вот этой спицы мы берем вот этот палец и что мы делаем мы обматываем по сути мы просто обматываем спицу моего дальние спицы об от мы обмотали и теперь вот этой дальней мы зовут это об отмотали все вот это наши первые две петельки я всегда считаю по пара да потому что как правило у нас пар на то есть первую набрали вторую набрали третью набрали четвертую набрали пятую набрали 6 набрали и так продолжаем набирать нужное нам количество то есть ты видишь что мы поэтапно по одной набираем просто обворачиваем спицу то есть мы не делаем никаких лишних перекрутов ничего мы просто вот спицу оп и мы ее обернули мы и об и обернули все и за счет этого за счет того что зачем за счет чередования у нас здесь образовывается своего рода перекрещение этот способ настолько легкий что мне кажется проще придумать ничего нельзя потом когда мы уже отвяжем вот этот просто когда мы начнем вязать вот эту бросовую ниточку просто снимаем и все она нам уже не нужно то есть мне кажется набор достаточно простой поэтому давай перейдем к следующему этапу мы уже научились набирать джудит бейкер мы оборачиваем спицу одну просто мы взяли одну петельку обернули ставим рядышком вторую и так как у нас здесь уже петля есть то мы а дальние спицы набираем вторую петлю все первый ряд первая пара петель есть два три четыре пять шесть семь восемь девять десять все у нас 20 петель по 10 с каждой стороны дальше я просто чтобы себе облегчить задачу чтобы они никуда не перекручивали и не убегали просто завязываю абсолютно легко не 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 мне не нужно здесь какие-то адские узлы вязать просто чтобы никуда не убегали все и ниточку я отрезаю вытаскиваю нижнюю спицу и начинаю вязать беру свою рабочую уже нить которая ты помнишь у нас толще чем этот x чем бросовая делаю одну воздушную петлю вот я ее сформировала я ее сформировала просто чтобы держать удобно спицу нитку чтобы можно было контр можно некоторые просто держать нитку мне так неудобно мне удобнее через петлю и первый ряд провязываю все лицевыми просто лицевыми раз два три четыре пять шесть восемь девять десять соответственно если мы набираем сразу два носка то мы набираем два раза то есть мы раз набрали два набрали провязали раз 10 2 10 развернулись и ничего не меняя здесь видишь у нас петелька как бы получается не очень закрученная поэтому ее так перекрутили и опять раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять все выровняли у нас первый ряд готов узелки эти вниз убираем берем ниточку и первая петля у нас бросовая пока я ее не снимаю чтобы она не потерялась пускай она пока висит и следующий ряд провязываем все лицевые скрещенные то есть ты видишь да вот первая на ближняя стенка мы вяжем за вторую за дальнюю то же самое просто скрещенные готово здесь уже можно вот эти все узелки снять они нам уже не нужны они у нас уже никакой роли не играть и здесь просто переходим но давай в резинку один ну давай 2 лицевых 2 изнаночных 2 лицевых 2 изнаночных 2 лицевых 2 изнаночных 2 лицевых соответственно здесь мы развернулись и у нас начинается с 2 изнаночных третью провязала зачем-то давай еще буквально рядочек принципе этого уже достаточно для того чтобы увидеть что у нас все ровненько все аккуратненько и сейчас можно просто аккуратно вытащить эту нитку почему я говорю что лучше брать какой-нибудь не ворсистый хлопок да лучше даже мерсеризированный какой-нибудь чтобы он еще был более гладкий подцеплю наш узелок и можно его отрезать это не не принципиально я хочу развязать чтобы понять насколько показать точнее насколько все это легко можно утилизировать вот наш край и мы просто так по одной петельке достаем так здесь у нас перекручена ты помнишь у нас было перекручено поэтому так этот ряд у нас вообще просто распустился все вот она наша обычная обычный наборный край с имитацией длинного хвоста плюс нам не надо от отмерять километры пряжи до сколько нам набирать нам просто в 200 петель мне кажется это очень легко и просто все и мы дальше начинаем вязать на у нас уже здесь ничего не останавливает у нас ничего не перекручивается единственная бы как был лично от меня рекомендация провяжи побольше провяжи хотя бы рядов 10 до из тебе не терпится снять резинки померить просто чтобы было более устойчиво меньше шансов чтобы что-то перекрутилось мне кажется это очень легко вот легче я по крайней мере еще не еще не придумала но у нас все впереди так в общем давай имитация длинного хвоста пускай пока полежит но мы здесь запомнили первый ряд мы вяжем только лицевые второй ряд мы вяжем лицевые скрещенные дальше мы пошли вязать то что нам нужно теперь давай займемся итальянским набором я взяла контрастный моточек другой и здесь мы делаем то же самое то есть мы методом джуди бейкер набираем давай также 20 петель то есть мы одну петельку сделали и погнали 1 2 3 4 5 6 7 8 тут меньше ну ладно пускай будет 8 хвостик маленький взяла также завязываем хвостик давай сразу сделаем 2 чтобы вам было понятно о чем я говорю вот эти мы отодвигаем вниз по спице и набираем еще 8 раз два три четыре пять шесть мало взяла раз два три 4 5 6 7 8 завязываем узелок просто это вот исключительно для моего удобства чтобы они никуда не сбегали эти ниточки и отрезала хвостики они мне не нужны все вот они два наших грубо говоря носка варежки перчатки что вяжу что и вяжи это уж дело твое беру ниточку также одну так а здесь я не учла интересный момент мне у меня же нету доступа к нитке которая внутри матка но это не важно лицевыми 1 2 3 4 5 6 7 8 8 петель есть так давай просто возьму еще один контрастный моточек да я просто вижу обычно из начала и из конца матка но так как у меня не вытащенная не то будет так пока точно так же делаю один одну петельку воздушную и и пошла вязать второй носок на варежку перчатку что это у нас не важно 1 2 3 4 5 6 7 8 разворачиваемся и вяжем то же самое в обратном направлении 1 2 3 4 5 6 7 8 и здесь тоже самое 1 2 3 4 5 6 7 8 все первый ряд у нас готов разворачиваемся и второй ряд у нас формируется так первую петлю переснимаю пока это воздушная нашим ее пока просто переснимаю лицевую провязываю лицевой вторую снимаю нить перед работой лицевая нить перед работой лицевая нить перед работой и так до конца последняя просто пересняли то здесь самое главное очередование лиц 2 носок лицевую провязали нить перед работой лицевая сняли лицевая сняли лицевая сняли лицевая сняли лицевая как у по узла иww а ву по узла из эфи он там еще после галачков не разные вместе снять и тогда не только дальше на поле она поставила натурой лицевой стороной лицевой от так довал aired на работой лицевой лицевой протяжении лицевая сняли лицевая сняли лицевая horizon 37 37 38 39 29 90 50 я у ползла из эфира так первый ряд лицевые 2 лицевую провязали первую вторую сняли нить за работу третий ряд бросов у нить сняли лицевую мы прошлый раз провязывали но у нас получается последнюю мы-то просто сняли мы же ее не провязывали поэтому я лицевую провязываем изнаночную провязываю то есть первую я провязываю на всякий случай просто чтобы она никуда не ушла гулять теперь лицевую я снимаю нить за работой изнаночная нить за работой изнаночная нить за работой изнаночной второй носок тоже первую на всякий случай провязываю чтобы она просто не убежала никуда изнаночная нить за работ изнаночная сняли нить за работ изнаночная снимаем нить за работой разворачиваемся и здесь то же самое не первую теперь мы первую снимаем здесь у нас все в порядке и второй носочек тоже сам ой перепутала вот надо первые три ряда контролировать себе первую мы снимаем так как это у нас уже оборотная сторона что ж такое хочу быстрее и не получается как всегда хочешь побыстрее и начинаешь косячить все у нас наша резинка сформирована но советую провязать еще несколько рядочков чтобы было ну по надежнее так скажем самое классное что этим способом можно спокойно вязать вот эту бросовую ниточку же можно снять а нам уже не нужно можно набирать шапки ворот все что угодно все что ты планируешь вязать по кругу спокойно набирай спокойно вяжи по кругу и все будет идеально не нужно ничего вымерять измерять там отмен отмерять километры нитки я не знаю только у меня такое бывает что отмеряешь отмеряешь там нужно набрать там 300 петель да ну там есть собираешься вязать снизу по кругу свитер набираешь сразу 300 петель от мотал километр пряжи начинаешь набирать у тебя на спицах 250 петель и ты тут же понимаешь что у тебя еще два метра нити осталось так блин ну стопроцентный кашемир выкидывать то жалко ты распускаешь делаешь нить поменьше набираешь у тебя 250 петель а ты понимаешь что теперь тебе не хватит ты опять отмеряешь опять все распускаешь в общем вот чтобы не было вот этих танцев с бубнами просто набираешь на бросовую нить столько сколько тебе надо которую тебе не жалко выкинуть и уже основной ниткой вяжешь все что тебе нужно при этом не переводя километры пряжи просто так в общем я надеюсь что этот способ будет такой же полезный для всех а не только для меня потому что мне кажется это прям лайфхак и ну не знаю как бы буду благодарна за распространение этого метода до чтобы все могли с ним познакомиться попробовать да и понять насколько он удобен конкретно для тебя потому что реклама это конечно двигатель торговли но самая лучшая реклама это все-таки сарафанное радио и я думаю о моем канале ты тоже узнала о от кого-то по рекомендации и поэтому будем делиться со всеми нести добро в массы так сейчас ниточку уберу так также для меня очень важный момент да так как я все время вяжу носки мэйджика что у меня начало ряда всегда знаменует хвостик то есть если у меня хвостик в начале ряда значит это начало ряда соответственно если с вот этой стороны у меня никакого хвостика нет значит это конец ряда то есть это не конец ряда а это обратная сторона слетела что давай выпарим ниточку посмотрим что у нас получилось и так повторяем первый ряд лицевые все 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 без исключения второй ряд лицевые провязываем лицевые изнаночные снимаем нить перед работой третий ряд изнаночные провязываем лицевые снимаем нить за работой все 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 настолько элементарно и просто что я даже сама не верю что можно было так придумать и так поздно это придумать почему я столько лет мучилась то же самое просто вот выпарываю ниточку до вытаскиваю почему-то мне здесь нет косу сделком твои отрежу узел это не мешал я не знаю почему-то узелок не здесь я почему-то когда набирала думал что она не помешает но она мешает выпарывать лучше ниточку брать максимально контрастную до чтобы было видно единственное смотри если нитка красится то быть осторожны или если она ворсистая то естественно когда будешь нитку вытаскивать борсинки будут оставаться все вот так вот у нас имитация итальянского набора все аккуратненько потом и вот как у нас эта ниточка идет мы ее также по рядам и заправляем вот и все и спокойно вяжем у нас ничего не перекручивается ничего не не путается не мешает просто продолжаем работать с удовольствием без танцев с бубнами и надеюсь этот способ тебе также понравится как и мне на этом все как я говорила все оказалось очень легко и просто все пока